вы действительно стоите во главе одной из самых сложных ныне сфер потому что творческие люди это люди у которых всегда буйство идей иногда масштаб этих идей не сопоставим с ресурсами как вам за почти четыре года вашей должности удалось найти общий язык с таким количеством работников культуры и удалось ли на мой взгляд мы подружились работая вместе я вижу насколько люди преданы своему делу они верят в то что они делают это очень важно и вот эта вера она перестает в конкретные понятные проекты которые мы показываем нашему зрителю самый главный показатель это интерес человека если мы приходим сельский клуб библиотеку в театр в кинотеатр и видим полупустой зал значит что-то мы не сделали или сделали не очень качественно а когда а есть билет купить вот вот это показатель понимаете это здорово и я вижу что мы абсолютно на правильном пути со всеми нашими коллегами а у нас 51 тысяча работников это целая армия целая армия тех кто своим талантом своим умом своим отношением к труду проявляет интерес у нашего потребителя у нашего зрителя к тому что мы делаем дефицита у нас в кадрах нет или все-таки не хватает вот молодой крови или наоборот хватает нужно обязательно чтобы количество перерастала в качество пытаемся видеть каждое учреждение будь то республиканской формы собственности коммунальной формы собственности насколько данное учреждение является полезным для общества то что было полезным 20 лет назад или там 40 лет назад и сегодня сегодня 21 век конечно же мы не можем уйти от классических приемов которые прижились и они дают результат видя реальную ситуацию считать ресурс но самое главное чтобы человек не остался вне удел работы сферы культуры это самое важное и простой пример отдаленный населенный пункт да мы хотим чтобы наши люди обязательно были погружены в литературное сообщество нашей страны то есть могли получить услугу от библиотеки ну библиотеки нету потому что живет там деревеньки 50 человек а есть и 20 человек пришла мысль просто в голову она пришла думаю а почему бы ее не пробировать автолав она приезжает в каждый населенный пункт два раза в неделю для того чтобы человек мог приобрести все необходимое вот мы хотим на базе любанского района минской области апробировать а почему автолавка не может быть в кооперации с библиобусом понимаете для того чтобы эту работу проводить более качественно потому что за продуктами питания человек придет любом случае а вот там предложить ему пожалуйста детектив хотите почитать вот вам любовный роман запросто сегодня мы должны концентрировать возможности и их предоставлять в более широком смысле нашему человеку ведь не секрет когда приезжает министр наши коллеги специалисты у нас начинается в бурная жизнь сразу вы уже научились когда ездите в такие командировки чувствовать где создание бурной деятельности а где так ежедневно и вы попали в обычные культурные будни вы знаете опыт работы у меня уже практически 30 лет госслужбы поэтому бывая наших учреждениях всегда понимаешь где наносное а где реальное самое главное когда приедешь невзначай вот едешь командировки или в командировку и заехал он заехал и посмотрел вот как там обстоят дела территория учреждения форма работы наличие людей на рабочем месте вот тогда наступает момент истины за сентябрь месяц массировано работниками министерства культуры и нашими смежными организациями посмотрели более полутысячи библиотек и более полутысячи клубных учреждений почти 200 детских школ искусств и у нас есть понятный срез хотя мы знали для нас не новость но видимо данная работа нас еще раз убедила в том что застывать нельзя ни в коем случае в своем процессе своем движении самый главный критерий это человек если он есть по своей воле вот ему интересно прийти в клуб библиотеку в театр все хорошо если только мы работаем автономно сами а люди сами по себе это проблема и эту проблему нужно решать тем более вы знаете у нас очень много ресурсов у нас очень много методистов специалистов те кто обучает переобучает и так далее так далее вот чем мотивируете естественно сразу вопроса заработной плате вышла ли она на новый уровень не можем сегодня мы похвастаться высокими заработными платами пока еще но мы на этом пути за буквально два года у нас надбавка за работу в сфере она увеличилась она была у нас на уровне 16 процентов потом 30 процентов а вот в двадцать пятом году мы ожидаем что надбавка за работу в сфере культуры будет 64 процента здесь много слагаемых данного успеха возможности бюджета мы очень плотно работаем с правительством по этому вопросу и абсолютное понимание если поддержка есть но и в то же время мы про себя не забываем ведь сфера культуры призвана зарабатывать деньги материальная база которая создавалась на протяжении десятилетий она сегодня позволяет каждому нашему руководителю умело ею воспользоваться и принести пользу для окружающих и в то же время заработать деньги потому что для сферы культуры эта тема очень актуальна как или любой другой сферы президент сказал 50 на 50 как спорт работает а почему вы не можете работать и тогда знаете в нашем творческом сообществе наступила пауза тишина а как как это сделать сегодня у нас 28 государственных театров план вне бюджетной деятельности по 9 месяцам должен был составить 29 миллионов он по итогу составил 37 миллионов то есть 130 процентов динамики не один театр на сегодняшний день не выбивается из данного контекста самое главное знаете руководитель вот если он на месте если он рассуждает правильно грамотно если он хочет сегодня внести свою разумную лепту в данный процесс он мобилизирует коллектив они начинают вместе мыслить думать вместе с министерством культуры и получается классный продукт на который идет зритель губернатор минской области турчин александр генрихович он внес предложение мы его тоже для себя вырабатывали чтобы поменять паритет вне бюджетки по ее распределению потому что сегодня часть идет на выплату коммунальных услуг другие а вот мы хотим сконцентрировать в большей степени возможность вне бюджета чтобы он шел на стимулирующие выплаты для самого человека вот и в этой связи мы проявляем еще больше интерес к работе к творчеству к возможности зарабатывать средняя зарплата сфера культуры в 2021 году составляла 780 рублей окончание текущего года мы ожидаем 1375 1400 где-то так но все равно это еще 60 процентов от средней заработной платы по стране поэтому называя данные подходы я уверен что мы в динамике будем прирастать тем более опыт театральной деятельности показал что он успешен мы паритет вели для концертных организаций хотим впоследствии проявить больший интерес к музейному сообществу мы посчитали внебюджетная составляющая в общем объеме финансирование краеведческого музея в среднем полтора два процента остальное все бюджет а почему а может там не все интересно сейчас я наверно крамольные вещи говорю четко наше видение закрепить у нас 10 республиканских музеев например где мы находимся национальный художественный музей уникальное место ведущие учреждения культуры а мы попросим анну владимировну чтобы она взяла для себя два-три краеведческих музея и вот представляете если сегодня шедевры национального художественного музея приедут в регион в районный центр это мне кажется будет очень хороший посыл и возможность прийти нашему человеку в музей мы не можем сегодня 98 процентов все время из бюджета направлять на содержание надо самим зарабатывать вот здесь мы поможем а дальше ваша инициатива национальный исторический музей к нашей радости весь архив весь фонд исторического музея что на марксе переедет в новое здание на каком этапе вы сегодня работа сейчас наших сотрудников она измеряется не часами измеряется сутками неделями и так далее потому что мы не можем этот процесс как-то его притормозить идет работа по двум направлениям основным я бы их так назвал нормотворческая работа безусловно изготовление проектно-сметной документации по общестроительным вопросам и музеификация музеификации мы занимаемся тоже очень умело но это процесс более длительный очень серьезная работа обозначена по современным технологиям глава государства сказал это должен быть лучший музей это лучший музей по крайней мере на постсоветском пространстве и мы изучаем опыт мы побыли в за альбажане казахстане коллеги планируют выезд в китайскую народную республику и уже часть группа была от минго-рисполкома поэтому мы должны лучший передовой мировой опыт изучить и конечно же применяя его проявить еще больший уникальный интерес к просто космическому зданию нынешний национальный исторический музей что он представляет здание общая площадь 3000 метров квадратных новое здание 27 тысяч метров квадратных экспозиционная площадь сегодня 1075 метров квадратных новое здание 15 тысяч когда посетитель приходит он погружается в это пространство и понимает вот тот период первобытно-общинного строя и вот как мы развивались как мы шли поэтапно с проблемами со сложностями с успехами с бедой с войной и вот мы пришли к нашей современности мы заслужили этого правда когда в одном месте мы видим всю богатую прекрасную историю нашей замечательной республики беларусь набираемся терпения чтобы дождаться закладки первого кирпича возможно да мы от вас тоже эксклюзивно услышим потом месяц и даже день когда это случится спасибо вам огромное за столь содержательный яркий и главное честный разговор спасибо огромное спасибо Субтитры подогнал «Симон»